Другой вопрос. Почему я сейчас работаю вместе с полицией? Ну, во-первых, я хотел бы работать с полицией по одной простой причине. Только полиция вам объяснит, как не надо ездить, как ездить правильно. Это была первая часть нашего разговора. Дальнейшая наша часть, помните, дураки и дороги, я вам показывал, к сожалению, в интернете, как у нас люди ездят абсолютно неправильно. Давайте вспомним слова Пушкина из очевидного, невероятного. Теперь невероятное, но очевидное. Человеки в Магнитогорске правил не знают. Дебильные проезды светофоров без разметок. Это раз. Я вам как-то говорил по Ютьюбу, покажу еще раз, уже в эфире, что так не надо ездить. К слову о том, кто может за чужой счет отремонтировать свое авто. Вот, пожалуйста, мест много. Вся Московская, улица Шишка, Ленинградское пересечение Советской, Казачья переправа с заездом от шоссе космонавтов. Пацаны, в вас заехали, так сюда. Ровно по правилам едете, ровно в нужных местах делаете машину. И опаньки, за счет баранов делаете свою. Но это ли не правило? Да, естественно. Все это для вас. И где? В самом странном городе, Магнитогорске. Кроме всего, магнитогорские водители почему-то правил не знают. И тонируются, да посмотрите как. То есть, по сути событий, они не должны тонировать свой автомобиль так, чтобы вообще не было видно ничего. Да, в соответствии с требованием государственного стандарта Российской Федерации 32.565.2013 установлен светопропускаемый стекол, который должна составлять не менее 70% для ветрового стекла и для передних боковых стекол. Проводятся сейчас рейдовые мероприятия, целенаправленные группами нарядов ДПС. Вот уже, можно сказать, третий день мы по данному направлению работаем. Массовые проверки проводятся водители в потоке. Выявляются подобные факты. В основном водители на месте снимают покрытие, снимают пленку, пытаются устранить своими, так скажем, подручными способами. Ну, те, кто отказываются выполнить данное требование сотрудника полиции. В отношении данных водителей выносится требование об устранении административного правонарушения. И если водитель, тем не менее, продолжает движение на автомобиле, то следующий пост ГАИ, который его останавливает, выносит уже административное постановление в соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ неповиновения законному требованию сотрудника полиции. За данное правонарушение предусмотрена уже более суровая санкция. И предусматривается административный арест сроком до 15 суток. Данное решение уже выносит районный судья, входит в его компетенцию. И 6 июня 2017 года уже был создан первый прецедент в городе Магнитогорске, в соответствии с которым за данное правонарушение, когда водитель на месте не устранил техническую неисправность, не снял покрытие с боковых стекол и продолжил движение, и был остановлен сотрудниками полиции. За совершение данного правонарушения решением районного судьи в отношении данного водителя было вынесено постановление о назначении ему административного наказания в виде ареста сроком на 3 суток. А вы думали, что полиция правила забыла? Да нет, господа, закон есть закон. А в нарушение и в вашем случае можете на 15 суточек сесть. А там нет ни курева, а если и есть, а вы не хотите дышать табаком и дымом, а придется. Вам что, 2000 раз объяснять надо, что нельзя тонировать лобовое и боковые водительские стекла? Ну ладно, раньше было без штрафа, теперь со штрафом и лучше и сразу снимать тонировку. И никакие уговоры о вашем дяде из ГИБДД не пройдут. Наша страна борется с коррупцией, а ваше место тюрьма хоть и ненадолго, и все равно тонировку снять придется. Есть понятие закон. В законе прописано, светодопускная способность ваших стеклах должна быть в определенных рамках, ни больше, ни меньше. Но сегодня и сейчас все тонируют и лобовые, и боковые передние стекла. Зачем это делается? То есть закон-то был, закон не отменили. И по закону вы обязаны все это в присутствии полицейского снять. А если нет, то вам грозит арест. И может быть на 15 суток.